вы просили дешевые защищенные телефоны мой первый такой на обзоре я бы его мог убить но во время тестов к сожалению он не погиб поэтому я его разыграю 64 встроенной памяти 4 гигабайта оперативки и да это один из самых минимумов что я встречал android 11 версии что неудивительно к моей великой радости здесь стерео сенсор основной камеры от sony как вы понимаете уловка железо совсем здесь не решает фронталка от самсунга но это тоже просто название и все что здесь плохого жертва защищенности хотя с другой стороны автономность 14 часов к ряду по писи марку это неплохо плюс телефон живучий и гео локации здесь просто супер быстро и точно и даже в условиях города телефоны я к слову разыграют 873 всем виват вы на канале польза нет меня зовут саня на канале только быстрые обзоры которые всегда подкреплены тестами большинство из них я провожу онлайн на стримах допустим сегодня я буду прожаривать к 40 game edition от redmi с google сервисами много конкурсов условия которых всегда в описании чтобы выиграть этот девайс 30 числа вам кстати будет достаточно подписаться на этот канал на канал со стримами по ссылке в описании и ответить на простой вопрос в ролике может быть как раз вы его и добьете а может быть вам не получится его также как и мне убить комплект зарядное устройство 15 ватт максимально позорно 4 часа мучений на аккумуляторе 8000 миллиампер часов это прям прилично кабель тайп си проводные наушники сделанные по дизайну первых airpods of конечно же ужасного качества подключаются они по тайп си и документация на английском языке qbot king cong 5 pro можно использовать как power bank не особо эффективно как вы понимаете здесь на выгрузку не больше 5000 миллиампер но все равно можно единственное для этого вам понадобится от ага переходник таким образом они попытались оправдать его размеры телефон в ширину 75 миллиметров в длину 165 и в толщину почти два сантиметра 18,57 миллиметра еще к нему можно подключить клавиатуру мышку и флешки но не совсем понятно кому это будет нужно захотите себя замучить лагами и тормозами дерзайте но я бы не советовал слот для sim карты и флешки расположен слева он не прорезинен скорее всего потому что заглушка сама по себе очень плотно прилегает целом на тестах убить его у меня не получилось значит эта система как-то ну работает кнопки регулировки громкости в наличии для зарядки здесь разъем тайп си логично беспроводной зарядки здесь нет который кстати плотно закрыт заглушкой справа кнопка блокировки и touch айди и еще одна дополнительная клавиша которая открывает камеру и потом с ее помощью можно делать снимки на задней части имеем два стереодинамика на третий день использования стала глючить шторка но не сильно бенды здесь все отпечаток пальца работает с небольшим запозданием фейс айди работает довольно хорошо насколько может подобный телефон за эту стоимость экран айпес размером 6,1 дюйма соотношение сторон очень странные 19 к 9 все спеки вы видите сейчас сами до такого разрешения и плотности пикселей в 2021 году хочется и плакать и смеяться одновременно от экрана несмотря на то что то и без очень быстро устают глаза от веса телефона рука 308 граммов это вам не шутки и даже не средство самообороны это скорее что-то для того чтобы набрать мышечную массу побыстрее как читалку использовать однозначно этот девайс я не рекомендую любимый ночной режим для андроида здесь не помогает в наличии кстати ночная подсветка активируя которую экран становится желтым тоже вырви глаз пользоваться можно но недолго и только для тех кому не жалко свое зрение сам телефон по заявлениям производителя конечно создан по военным стандартам сша защита от влаги пыли здесь айпи 68 и еще до грузили айпи 69 к и еще мил стд 810 g что говорит нам о том что он противоударные в идеале и влагозащитные и водоустойчивые они только влагозащитные и так как по большому счету это никак не проверить проверял и это дело на своих элементарных тестах если насчет воды я бы согласился то по поводу противоударности экрана поспорил бы потому что слишком он стандартно встроен в корпус я смело предполагаю что разбиться он может также как и экран на вашем любимом девайсе так что с ним лучше аккуратнее дроп тест показал нам единственное что с высоты 1 метра он не повредился есть только один минус металлическая рамка основной камеры получила повреждение на экране не малейшие царапины будем считать повезло проведем еще эксперименты для этого заливаем его кипятком на 30 секунд практически сразу мне начал темнеть экран появились черные пятна на секунду я подумал что ему конец но нет телефон работает ура его можно разыграть правда первые пять секунд сенсор конечно отказывался работать единственное после таких процедур его температура значительно поднялась до 73 градусов но функционал не пострадал даже динамик работает и не сдает хрипов если говорить об играх на этом телефоне то даже при минимальных настройках графики он люто лагает а с максимальными на нем даже играть не хочется в общем максимум либо косынка либо паук годится телефон в первую очередь для звонков и позиционирования плюс хардкор фото и видео в условиях где жалко убить хороший телефон огромный конечно бонус это nfc работающий это факт дизайн сделан максимально по-мужски и цветовая палитра только такая как и у многих противоударных телефонов чтобы после загула искать проще в бане его было камера ужас пример ее работы вы сейчас видите батарея заявлено на 8000 миллиампер часов и это круто его вам может даже на неделю хватить писи марки она выдала очень хорошие показатели автономность 14 часов 15 минут правда ее переплюнул римми джетти неос аккумулятором на четыре с половиной тысячи миллиампер часов но мы об этом не будем полный цикл зарядки занимают чуть больше четырех часов а стресс тест показал не лучшие показатели производительность хотя такие смарт и в принципе его никогда и не проходят нормально все данные по синтетике вы сейчас видите хотя я повторяюсь для подобного смартфона они не особо актуальны максимальное разрешение видеосъемки 1080p хотя их я здесь не ощущают навигатор браузер калькулятор фонарик и подобное конечно же в стоке тоже android процессор стар и ужасен медиатек helio p60 далеко не самый новый чип и даже если не сказать совсем старый 4 гигабайта оперативы видеоадаптер мали g72 mp3 интересно где они его нашли я думал что они уже давным давно исчезли из оборота из продаж android 11 объем внутреннего хранилища 64 гигабайта вообще не рекордные но есть слот под карту память micro sd стерео звук который слушать с кайфом можно только в лесу под шашлычок в состоянии глубокой веселой нирваны когда под рукой совсем ничего не оказалось а друзья уже устали петь звук не режет слух но и не радует вообще при этом динамики сделанные с тыльной стороны телефона выдают звук при просмотре фильма от вас получается в обратную сторону цена по ссылке в описании к видео 139 евро с бесплатной доставкой в р.ф. с официального сайта qbot да я тоже не знал что такое существует промокод кстати будет как и ссылка в описании к ролику как и ссылка на алиэкспресс там кстати даже дешевле тоже с бесплатной доставкой телефон мне прислал производитель без условий тз я уже если честно даже не помню когда но решил сейчас делать на все телефоны обзоры поэтому и про этот рассказал для участия в розыгрыше данного смарта ответьте на простой вопрос этот смартфон второго или третьего эшелона по вашему мнению и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал с именными промокодами на алиэкспрессе скоро сейл они вам будут полезны резюмирую мракобесие это конечно лютое как защищенный девайс огонь как смарт печаль сколько такой может прожить я лично не знаю но я уверен что недолго какие другие защищенные телефоны покупать я не имею понятия мне предлагали подобные мобилы раз 20 для разнообразия в этот раз я согласился если вам подобное интересно пиши еще такое сделаю но в следующий раз тесты будут значительно жестче и вряд ли я разыграю подобный девайс подписывайтесь с колоколом сегодня будет стрим с прожаркой redmi к 40 game edition девайсу не мое но до добра и удачи вам дорогие